Актовый зал Брестского государственного медицинского колледжа. На встречу, посвященную трансплантации и донорству, собралось несколько десятков будущих медиков. Именно для них и был презентован новый буклет, посвященный вопросам пересадки органов. Да, тема непростая, но о ней важно говорить. Среди гостей не только учащиеся, здесь есть и те, для кого пересадка органов – это реальный опыт. Вот уже несколько лет Людмила живет с пересаженной печенью. До конца своих дней теперь женщина вынуждена принимать специальные препараты, без которых отторжение чужого органа неизбежно. Однако это ничто в сравнении с тем, что сегодня она жива. Заболела в 2002 году, был выставлен диагноз вирусный гепатит БЦ-дельта и с трансформацией в цирроз печи. Было поставлено в лист ожиданий, вот в 2013 году сделали трансплантацию печи. Операция моя длилась более 13 часов. Сейчас, на данный момент, я чувствую абсолютно себя другим человеком. Жизнь до и после – это две разные жизни. Когда в прошлом ты балансируешь между жизнью и смертью, то здесь ты, наоборот, радуешься каждому дню. За прошлый год проведено 46 трансплантаций почек, 11 трансплантаций роговицы. В этом году уже, в 2021 году проведено 11 трансплантаций почек и 2 трансплантации роговицы. В Республике Беларусь уже есть практика пересадки сердца, печени, почек, лёгких и поджелудочной железы. К слову, на сложнейшую операцию врачам в отдельном случае отведено не так много времени. Ведь срок жизни сердца, например, всего 4 часа, лёгких – 6, а печени – до 12. В случае, когда все методы лечения исчерпаны и не оправдали надежд, трансплантация становится тем единственным шансом спасти свою жизнь и остаться рядом с родными и близкими. Это будущее медики понимают уже сегодня. Просветительская цель такого рода акции очень важна для нас, как участников образовательного процесса, для наших учащихся. И надеюсь, и из числа преподавателей, учащихся, кто-то станет волонтёрами и примет участие в этом добровольном деле. Социально-просветительское учреждение Международный центр донорства и директора трансплантации – это общественная организация, и она не проводит оперативные вмешательства. Её цель является помощь в информировании, помощь людям, которые до трансплантации находятся на гемодиализе или с терминальными стадиями заболеваний, и, естественно, сопровождение во время трансплантации и после трансплантации. Возможно, для кого-то из присутствующих эта встреча со специалистами станет определяющей, и будущий профиль будет связан с хирургией. В любом случае, полученные знания для этих молодых людей бесценны, ведь теперь они больше понимают, больше знают и больше разбираются в том, почему трансплантологию называют наукой борьбы за жизнь.